У него горело сердце за свой народ. И этот человек был мужественным. Он умел и ободряде вдохновлять, но он и мог обличать. И говорил, что нехорошо вы делаете, неправильно вы делаете. Поэтому, родные мои, вывод получается, какой? Что мы тоже нуждаемся иметь видение. Видение не видение, разное видение, а видение. Видение как цель. Потому что такого Бог использовал человек. Надо определиться с нашим видением, с целью, как узнать мое видение настоящее. Все, что ты сегодня делаешь, соответствует ли оно этому. Вот так и узнаешь. Родные мои, мы видим, что были враги. Но Бог меняет планы. Были враги и внешние, и внутренние. Так бывает и с нами. То там, то здесь, то в семье, то что-то вот с близким друг какой-то. Непонимание. Бог меняет планы. Остаемся верными Богу. Так Господь учит. А Бог поменяет планы врагов. Ну и, конечно, когда враг хочет пугать, а здесь пугает враг. Пугает. Страх это такая вещь очень опасная. И тогда в этом страхе надо смотреть на Бога. Смотреть на Бога. Потому что когда мы сегодня тоже слушаем, где мы здесь делимся, летим, пугаемся. Когда мы слышим, а так, а так, пугаемся. А что будет завтра? Что будет со страной? Что будет с теми? А со мной? А с теми? Смотрим на Бога. Да. Потому что Господь продолжает свою работу. А ты выполняй свою. Вопросы на применение. Знаешь ли ты свое место в служении, которому Бог тебя призвал? Не имея четко, делал это дело. Там много было всяких дел. Мы видим, что Он восстанавливает только стены. Он не занимался храмом стены. Но скажем, храм же был важнее бы. Мы видим, что нужны были стены, чтобы защитить храм. И это только внешне кажется, что они второстепенные. Нет. Стены играли важную роль. Поэтому где у меня тут вот эта защита, охрана и веры, и служение? Хорошие вопросы. Ну и понимаешь ли свою роль мы задали вопрос? Понимаешь ли ответственность свою? Тоже хороший вопрос. И что ты делаешь, когда враг устрашает тебя? Вот, мои родные, пусть Господь нас с вами благословит. В следующий раз мы перейдем уже к третьему занятию. И в третьем занятии тема. Как небольшой остаток народа, вернувшись из пленения, мог жить на протяжении 93 лет среди руин в стране, которая не была восстановлена в течение 141 года. И все так же надеяться на восстановление страны. Особенно, когда их соседи не желают их видеть там. Знаете, год-два можно потерпеть, но 141 год как-то многоватенько. Как сохранить вот в такой обстановке веру, надежду? Что нужно для того, чтобы пробудить их из состояния апатии? Чтобы снять с них посрамления, восстановить чувство их собственного достоинства? Для этого нужен особый человек. Поэтому опять будем говорить о Ниене. Богу слава и благодарность. Никакая стратегия врагов не выдержит, если с нами Бог. Аминь. Помолимся. Субтитры создавал DimaTorzok